Ситуацию мозг запоминает путем создания нейронной сети. При аналогично возникающих задачах, операциях, для меньшей затраты времени, энергии для последующего распределения, но вновь стремительно развивающиеся события и ситуации, мозг автоматически пользуется имеющуюся в его распоряжении уже прописанную нейронную цель. Как происходит? На уровне сознания мы сталкиваемся первый раз с какой-то ситуацией, в ней действуем и запоминаем. То есть решили задачу, у нас сохранилась в памяти нейронная цель, пришла в буфер памяти. И когда мы сталкиваемся с похожей ситуацией, она выскакивает автоматически. Минимальные затраты энергии используют на решение подобной ситуации. Так вот, при возникновении похожей ситуации мозг автоматически проигрывает имеющиеся в его распоряжении нейронную цель и дает, не доиграв команду к действию. Почему так происходит? Это происходит в момент экономии энергии, в момент перенапряжения, усталости. Именно поэтому мы совершаем ошибки, которые порой трагические. То есть существует тонкая нить между сознательным и бессознательным. Поэтому мы всегда должны критично относиться к любой операции, всегда читать чек-лист, перепроверять. Ну вот яркий пример самоконтроля – это беглое чтение. Мы научились читать в детстве в садике, в школе потом. И бегло, вот мы ж не всматриваемся конкретно в каждый слог, мы на автомате читаем. Вот это наш мозг, где в процессе мозг доигрывает, прокручивает образ. Домыслил без вашего участия. И здесь есть вероятность ошибки. Совершенный цветок – это большая редкость. Можно вся жизнь искать такой цветок. Читал-читал текст и ошибся. Ну там раз поправился. В чем еще кроется человеческий фактор? Способы скорости обработки информации, поступающей к нам через различные органы чувства, восприятия. К примеру, находясь в автомобиле за рулем, мы решаем технические задачи. Когда мы новичок, тело само нажимает педали, переключает скорость, и осознание наше, получает временную форму для построения траектории из настоящего в будущее. В теме восприятия анализа, поступающей информации, а в данном случае образов. На сетчатку нашего глаза поступают образы. Мы видим со скоростью 60 км в час, и на сетчатку попадает обстановка, которая происходит. Чем скорость выше, тем образы наслаиваются друг на друга. Так вот, при скорости 60 км в час обработка будет одна. При заходе на посадку самолет, ну, кто-то об этом знает, скорость обработки будет другая. И, соответственно, образы начинают наслаиваться друг на друга. Ну, а при более высоких порядках скорости, зрительные образы выстраиваются в тоннели, в слоев. А потом и вовсе выходят в точку. Ну, тоннель такой. Начинаешься открутить, вот это что-то, спираль. У тебя вот зрение в точку уходит. При разных скоростях обработка информации разная. Чем выше, тем сложнее мозг, тем больше он начинает доигрывать ситуацию, освобождая энергию для стремительно поступающей информации. Когда не удается распознать ситуацию, и вследствие чего поступают неверные команды, мы попадаем в ДТП или снова происходит ОТ. То есть мозг столкнулся с похоже уже, цепью, которая автоматически вышла на уровень сознания, он, ну, происходит так, а я это уже знаю, раз сделал, а в итоге ситуация другая была. Вот он, человеческий фактор. Так же самое в полете. Психоэмоциональное состояние является одним из ключевых пунктов подготовки пилотов. Не рекомендуется подходить к учебно-тренировочным полетам, если у вас накануне был праздник, где вы выпивали, к примеру. Почему? Потому что скорость обработки информации, я, конечно, извиняюсь, что я так написал, такими фразами, он по-другому никак. Потому что скорость обработки информации уменьшается, реакция увеличивается. Вот. Это условно нахождение в головном мозге алкогольного вещества, которое разрушает клетки, является трамвозящим фактором при построении нейронных цепей. То есть даже накануне нельзя себе позволить бокальчик накануне? Да. Не, ну, можно, но вы должны понимать, что у вас скорость другая будет. Ваня, правильная информация. Ну, я думаю, что далее объяснять про алкогольный кота. Лепарь. Так. Теперь смотрите, значит, кто-то курит, кто-то молодец, не курит. Ну, вот я написал по-честному. Табакокурение приводит к психику и изменяет форму сознания, где реальность, то есть принимается по-имому. Изменение давления в крови играет немаловажную роль. Головной мозг клетки недополучает кислород, вследствие чего пилот может выполнять неадекватные действия. Ну, нам кажется, мы покурили, успокоились, и все нормально. Все это влияет на вашу психику. Также проблемы на работе, семье и так далее могут оказывать негативный фактор, который опасен для начинающих пилотов. Почему? Потому что которые, новички не имеют соответственных навыков. То есть нет автоматизма пилотирования. То есть нет такого, что ты летишь, не думаешь, сам, как ты что-то будешь делать. Ну, он автопилотик. Психоэмоциональное состояние будет уводить сознание от решения необходимых задач. КОНЕЦ КОНЕЦ